Меньшая часть одежды учащихся произведена в Казахстане, где доля товаров отечественного производства составляет мизер. Все остальное представлено импортом. О том, как увеличить долю местного производителя, расскажут наши корреспонденты. Сезон ярмарок школьных товаров в самом разгаре. Жительница Павлодара, многодетная мама Лаура Ибраева, закупила для своих детей два пакета тетрадей, дневников и ручек. Но дороже всего обошлась, конечно же, школьная форма. Костюмы выбрала самые лучшие – из чистого хлопка. Деньги на них копила все лето. У меня двое старших в восьмой класс пошли. Я где-то примерно на них ушла на каждого около 60 тысяч. А двое младших у меня, один идет в четвертый, один идет в первый класс, около 35-40 тысяч. Примерно где-то я уже потратила, наверное, около 200 тысяч деньги. С экономить родителям предлагают отечественные товаропроизводители. К примеру, Талдыкурганская швейная фабрика ежегодно производит изделий на сумму свыше миллиарда тенге. Но объем производства школьной формы на предприятии не превышает и 10%. Но и этот продать очень сложно. Да, признаются казахстанские бизнесмены, их костюмы дороже, чем импортные. Но и качество пошива тоже выше. Людям больше хочется идти на базар. На базаре цена, конечно, дешевле, но, естественно, по этой же цене качество низкое. Конечно, надо, чтобы государство именно помогало всем фабрикам. Чтобы привлечь внимание потребителей, в Талдыкургане была организована выставка школьной формы отечественных производителей. Только в ЖИТСУ насчитывается порядка 20 таких предприятий. По данным Ассоциации легкой промышленности, казахстанцы ежегодно тратят на школьную форму более 70 миллионов тенге. Из них только 3% составляют товары отечественных производителей. Палата предпринимателей вышла с предложением именно в этом отношении поддержать отечественных товаропроизводителей. А чтобы обратная связь была как можно крепче, представители легкой промышленности Казахстана решили объявить конкурс на лучший дизайн школьной формы, в котором главными судьями будут не Акимат и не школьная администрация, а сами дети, а также их родители. Предприятия обещают учесть все вкусы и поступившие пожелания и отобразить их в эскизах школьных костюмов. Адильхан Сахарит, Салават Тимир Булатула, Олжас Байбусынов. Итоги дня.